День достоинства и свободы День достоинства и свободы И объяснил, что не ввел военное положение в стране, так как необходимо сохранить систему политической конкуренции, права и свободы. И прежде всего, свободу слова. Президент также отметил, что противостояние оппозиции с властью не должно выливаться во внутреннюю войну. Свойственное любой демократической системе соревнование власти. Соревнование с оппозицией не должно выливаться во внутреннюю войну. Войну без правил, которая ослабляла бы страну перед внешней угрозой. И чем более мутная вода, тем больше шансов, что враг будет ловить в ней свою рыбу. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко накануне вечером отправился на переговоры с представителями Международного уголовного суда. Будут говорить о возможности рассмотреть судом преступления против участников революции достоинства. Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Саган. Напомню, что в феврале 2014 года Верховная Рада признала юрисдикцию Международного уголовного суда в деле о преступлениях против человечности высшими должностными лицами во время Евромайдана. Однако суд так и не приступил к рассмотрению дела, объяснив нехваткой доказательств о том, что нападения на активистов были спланированными. День достоинства и свободы сегодня отмечают в Украине. 21 ноября 2013 года началась революция достоинства. Миллионы граждан вышли на национально-патриотические акции. Украинцы выступили против коррупции и произвола правоохранительных органов, а также в поддержку европейского вектора движения Украины. Хронология борьбы за свободу глазами очевидцев далее в сюжете. Украина – это Европа! Украина – это Европа! С таким лозунгом и целью 21 ноября 2013 родился Евромайдан. Причина – решение Кабинета министров Украины приостановить евроинтеграцию. На мирную акцию протеста режим Януковича ответил особой жестокостью. Эта картина до сих пор перед его глазами. Для Анатолия это была первая революционная ночь на Евромайдане и едва не стала последней в жизни. Тогда под утро 30 ноября Беркут начал силовую зачистку. Выбитые зубы, сотрясение мозга, многочисленные синяки и травмы. Так он поплатился только за высказанное право жить в Европейской Украине. Избили меня в метрах ста отсюда. Я пытался встать, подняться на ноги, а силовики подбегали по несколько человек. И снова били, добивали. Выбили все передние зубы. Те события стали переломными для Анатолия и Евромайдана. Тогда акцент протестов сместился с проевропейских на антиправительственные. А Толик твердо решил, не покинет Майдан до смены режима Януковича. С этим же требованием 1-го 8-го декабря 2013-го в столицу съезжаются активисты со всей Украины. Митинг становится миллионным. В правительственном квартале вырастают первые баррикады. Толик говорит, там в противостояниях ему не просто сломали нос, а изранили душу. Они стреляли из помпового оружия постоянно. И нас туда-сюда гоняли к украинскому дому. Мы применяли коктейли Молотова, их готовили там, ниже. Нам подносили и только бросай, спасай страну. Мы были настроены в то время, даже можно сказать, радикально. Было обидно, что практически в центре Европы, столице Украины, такой беспредел силовиков, что не так жестоко избили студентов. Жара. В протестный огонь подбросили диктаторские законы. Их Верховная Рада приняла 16 января 2014-го. Противостояния вышли за мирные рамки. Спецслужбы использовали нечеловеческие методы преследования. 22 января от пуль снайпера погибли первые герои «Небесной сотни» Сергей Нигоян и Михаил Жузневский. Смерти не испугали, а подняли и вывели на улицу еще больше людей. 18-20 февраля активные бои в центре Киева возобновились. Толик вспоминает тогда, как сейчас по улице текут ручьи воды, текла невинная кровь. От страха были холодными зубы. Я был здесь. Этот момент, когда все бегали, все горело. Дети, молодые ребята падали. Эта картина самая страшная в моей памяти. Никогда не забуду тот звук. От автомата, как плетка бьет. Застываешь и не знаешь, что делать. Аж зубы остывают. Там парню передо мной попали в живот. Он немного полежал и все, конец. Так отдали жизни 49 невинных активистов. Тогда, 20 февраля, по ним правоохранители стреляли из огнестрельного оружия на поражение. Толик говорит, ему чудом не досталась пуля снайпера. А берегом стал этот столб. Каждый пытался за этот столб или за деревянный щит спрятаться. В тот момент думаешь, это не моя пуля. Нет, это не моя. И думаешь, а что сейчас будет, через секунду. Столб сохранил не одну жизнь. Смотрите, сколько в него пуль влетело. С тех пор свист пуль и дыхание смерти он слышит постоянно. Сразу после революции достоинства добровольцем ушел на войну. Защищать родину от российских оккупантов на востоке Украины. Сегодня продолжает служить по контракту. Революция была страшнее, чем война. Это я теперь точно могу сказать. Потому что тогда мы с голыми руками шли на пули. За время войны на востоке Украины патриотизм вырос. Война показала, что восток и запад – единая страна. И мы воюем за независимую и европейскую Украину. Мы не сдадимся, как не сдались во время революции. Выстоим и победим. Количество обстрелов со стороны боевиков уменьшилось по всей линии фронта, отмечают в штабе АТО. Тем не менее, российские наемники 15 раз нарушали режим тишины. Из танков, БМП и минометов 82-го калибра били по Красногоровке на Мариупольском направлении. А по Новотроицкому и Водяному оккупанты вели огонь из гранатометов и стрелкового оружия. Не прекращаются обстрелы на Донецком и Луганском направлениях. На Донецком направлении боевики из минометов и гранатометов обстреляли Луганское и Авдеевку. На Луганском направлении из этого же вида вооружений били по Макарова, Желтому, Крымскому и Трехизбинке. В целом зафиксировано 15 обстрелов наших позиций. Очередная информационная провокация Кремля. Так, в Минобороны Украины прокомментировали заявления российских спецслужб о задержании в Крыму якобы украинских диверсантов. Спикер Минобороны по вопросам АТО Андрей Лысенко назвал эти сообщения продолжением лживого сериала ФСБ. По его словам, это новая технология гибридной войны России против Украины. Лысенко заявил, что в оккупированном Крыму осталось много бывших военных. Они давно покинули службу и занимаются своим бизнесом. Но ФСБ, имея доступ к их делам в военных комиссариатах, легко может сделать из них так называемых диверсантов. Но то, что им инкриминируют, выдумка, отметил Лысенко. Напомню, 21 ноября в России заявили об аресте в Крыму двух человек. Их назвали украинскими диверсантами. Реинтеграция временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма должна происходить мирным путем. Об этом заявил на брифинге в Киеве премьер-министр Хорватии Андрей Плинкович. Он отметил, что его страна готова помочь Украине в этом вопросе, так как имеет похожий опыт в рамках работы миссии ООН. Также Хорватия готова предоставить экспертную помощь в вопросе гармонизации украинского законодательства со стандартами Евросоюза. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, в свою очередь, отметил, что сегодня начинается новый этап отношений между странами. И они имеют большие перспективы, в частности, в энергетической, торгово-экономической и военной сферах. Обсудить их глава Кабмина предложил в следующем году на заседании межправительственной комиссии. Мы ценим тот факт, что это ваш первый заграничный визит как премьер-министра. Это исторический визит. За 25 лет нашей независимости никогда еще премьер-министр Хорватии не посещал Украину. Поэтому я убежден в том, что это очень символично. И это налагает на нас серьезные обязанности по развитию наших двусторонних отношений. Пять уголовных дел, 27 служебных расследований, более 200 экспертиз с начала 2016 года. Борьба с коррупцией в Министерстве обороны Украины набирает обороты. Особое внимание к нарушениям в частях в зоне АТО и военных комиссариатах во время мобилизации. Чтобы поделиться результатами своей деятельности и разработать новые стратегии, в Минобороны проходит Международная антикоррупционная неделя. Среди участников – международные партнеры Украины в военном секторе. Они напомнили про обязательства страны перед НАТО в сфере противодействия коррупции. В Варшаве на саммите Альянс усилил свою практическую поддержку Украине. Мы это сделали через принятие комплексного пакета помощи. Он включает больше 40 программ в 13 направлениях для поддержки реформ в обороне. Среди них программа развития доброчестности, прозрачности и подотчетности в военных институциях. Она включает и пункты о снижении коррупционных рисков. Для нас важно, чтобы помощь шла на реформы в Украине. И мы рады видеть результат в борьбе с коррупцией. Это все, о чем успеваем рассказать в этом выпуске. Узнайте больше уже в следующем. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова